Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на очередном этапе контрольных испытаний или тестов по ГТО. Значит, сегодня мы сдаем смену по шестую ступень. Вперед за значками! Мероприятие физкультурно-спортивного комплекса ГТО сегодня проходит по всей России. Готов к труду и обороне – это программная и нормативная основа физического воспитания всего населения страны. Положение о проведении ГТО подписано Владимиром Путиным. В нашем городе в этом году реализация комплекса началась в октябре месяце. В воскресенье школьники от 6 до 18 лет прошли второй этап тестирования. Уже проводим мы второй этап. Сегодня первый этап был 8 октября на стадионе «Шахтер», где все участники сдавали легкоатлетические виды. «Красно! Никого не ждут!» Физкультура на здравительном комплексе юбилейная, и школьники смогли сдать сразу несколько нормативов. Плавание, отжимания, подтягивания на перекладине, прыжки в длину, наклонный вперед, подъем гири и пресс. Стоит отметить, что сдача норм ГТО добровольна. Однако школьники в большинстве с охотой принимают участие в программе. Ведь успешная сдача, это касается выпускников, дает дополнительный балл при поступлении в ВУЗы. Многие ВУЗы России при поступлении дают от 8 до 10 баллов в сумме ЕГЭ. И дети где-то этим стимулируются тоже. Но в первую очередь, конечно же, это приобщение к здоровому образу жизни. А для юноши это к служению в рядах нашей армии. Ну, посмотреть, насколько я смогу сдать, какие у меня возможности есть. Ну, чтобы это дает возможность, ну, дает плюс баллов, 10 баллов примерно, там, где-то для поступления в институт. Поэтому, почему бы не сдать, если я могу. Если я, ну, тренировалась, ну, ходила раньше, ну, тренировалась в спорте постоянно, почему бы не попробовать свои силы. Нельзя забывать и о награде. Любой желающий способен получить знак отличия, готов к труду и обороне. Для этого необходимо сдать 8 контрольных нормативов. Но желающих получить знак отличия немного. Количество детей, которые принимают в этом фестивале, в этих соревнованиях, участие, если из общего количества брать, то мало. То есть, как бы, информацию мы предоставили всем школам, но желающих выполнять эти нормативы очень много. А почему так? Не знаю. Ну, это же, как бы, выполнение нормативов ГТО добровольное, то есть, заставлять здесь никто не будет. Поэтому все желающие и идут. Может, еще влияет то, что воскресный день отдыхают дети. В будущем сдать нормативы ГТО сможет любой желающий. Первую ступень предполагает участие в программе детей от 6 лет. Последняя, 11-я, россиян от 70 лет и старше. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.